Продолжение следует... 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 включающие системы структурной, коммуникативной и когнитивной подходит. И в рамках этой интегральной парадигмы реализуется Каравутская идея языкового воздействия на мировоззрение языковой личности школьника, ибо за каждым концертом стоит языковая личность, мировоззренческие основания которой как раз формируются концертом. Теперь что касается выбора. Формирующаяся научно-методическая школа или невидимый колледж. Моя позиция следующая. Функционирующие, подчеркиваю, то есть продолжающие функционировать сегодня, научные методические школы в их таком классическом варианте, это школы, которые возникли и получили развитие во второй половине XX века. Если говорить о традициях Петербургской научно-методической школы, то это научная школа в области теории и методики гуманитарного образования Терезы Георгиевны Бражи и историко-семантическая научная школа Евгении Николаевны Петровой Тамары Константиновны Донской. Это признанные научно-методическим сообществом школы, но оформились эти школы в XX веке. Что касается нового века, то в условиях трансформации общества и культуры вновь, опять же подчеркиваю, образуемые научно-методические школы, так называемые школы как научное направление, несут в себе уже по умолчанию симптомы кризисных явлений. Разумеется, это мое субъективное мнение. Во-первых, для научных методических школ, я имею в виду русистику, именно они я могу судить, очень остро стоит проблема лидера масштаба Владимира Георгиевича. Сложного, противоречивого и при этом совсем неформатной цельности. Во-вторых, одной из важнейших характеристик научной школы остается фиксация трех поколений следователей. Основатель школы, последователь-приемник и ученики-приемника. Мы сегодня видели, да, вот эту блестящую школу Владимира Георгиевича Моразова. Но при этом, как известно, в последние десятилетия процесс диффузии знаний ускоряется, появляется риск потери авторства, качество методических диссертаций оставляет желание лучшего, поскольку в нашей специальности, как это не цинично звучит, в силу объективных причин, дайвиновский отбор, как правило, проводится очень редко. Наконец, в научной среде все более актуальными становятся системные термины «экономика знаний» и «управление знанием». Все это ведет к изменению исторически сложившегося эдосонологии, то есть морального кодекса ученых, составленного еще в 20 веке американцем-роботом Мерклером. Сегодня ведь даже научная репутация, согласно постулатам экономики знаний, должна получить рыночную оценку. Думается, что в этих условиях именно научно-методические школы в силу своей определенной инноциальной закрытости содержат в себе тенденции к инноциальности. Поэтому мне представляется более правильно в рамках методической науки молодым научным школам, возникающим в 21 веке, позиционировать себя, как невидимый колледж. Современное понятие невидимого колледжа в западной социологии науки выдвинут американцам в прайс. Этот текст отображает не столько формальные, сколько неформальные связи. Общепринятого определения этой новой для России формы научной самоорганизации нет. Обычно невидимый колледж рассматривают как научно-методическую элиту, объединение, объединенную общностью целей и научного направления. Характеристики невидимого колледжа отвечают как раз вызовам информационного общества, обозначу некоторые из них. Наличие связи формальных и неформальных, сильных и слабых – главный признак невидимого колледжа. Так, например, невидимый колледж, методическая лингва-концентология создается на общей идеологической платформе. Всех его участников, от ученых до учителей и следователей из разных регионов России и ближнего зарубежья объединяет желание преодолеть культурные и цивилизационные риски, о которых мы, наконец, услышали из президентской трибуны. Эти риски связаны с потерей собственного культурного лица, национального культурного кода, морального стержня. Я бы добавила, и с неумением защищать свои лингвистические ресурсы, противостоя глобалистскому неолиберальному дискурсу. Следовательно, побудительным мотивам налаживания связей в невидимом колледже становятся интересы общего дела – воспитания и формирования национально-культурной языковой личности нового поколения. Во-вторых, разнообразие форм научной коммуникации в ситуации невидимого колледжа позволяет интерполировать базовые метапредметные идеи, например, формирование и развитие практической философии подрастающего человека, а также техники освоения мировоззренческих концертов в расширенную модель гуманитарного образования. И тогда твоими учениками, последователями, соавторами становятся не только твои аспиранты, как в традиционной научной школе, а представители других специальностей, а, возможно, и научных дисциплин, что дает, безусловно, синагритический эффект. Поэтому одну из функциональных оралей невидимого колледжа в будущем я вижу в осуществлении интеграции гуманитарного знания, то есть, по сути, решение проблемы цельности знаний, его единства. В этих условиях начинает действовать принцип взаимодополнительности ворога, как структура, образующий принцип современного научного знания и современной картины мира. Приведу пример. Главное определение словесности по даме – это формирование разумного суждения. Для выражения абстрактных состояний мыслей нужен метафизический русский язык, на отсутствие которого жаловался в свое время Пушкин. Овладеть языком разумного суждения, очень нужного сегодня нашим детям, можно как раз на философских текстах. Только не на текстах чистой философии – это скучно, говорил Алексей Федорович Лосин, а на текстах так называемой филологической философии, если использовать технику философа и филолога XX века Александра Пятигорского. Нужна интеллектуальная практика медленного, внимательного чтения мыслей, заданной многослойным, продолжительным контекстом. Этой практики, обычной для западных гимназий, у наших школьников нет, хотя философия XX века – это во многом философия языка. Идеология невидимого колледжа, методическая лингвоконцептология, позволяет осуществлять различные междисциплинатные проекты. Один из них – это совместный интегративный проект двух ученых, русиста и философа, представленных в учебном пособии диалог с концептами русской культуры, на страницах которого проблема поиска бытия, смысла жизни, перемещается в сферу языкового мышления. Язык действительно, вспомним формулу Хальдеггера, становится домом бытия. В-третьих, в безграничном информационном пространстве формальность – речь идет о цитировании и публикационной активности, в том числе и с авторством. И неформальные связи можно сделать достаточно видимыми и параметрированными. Эти невидимые связи выявляются с помощью видимых индикаторов. Один из этих нам всем хорошо известен – это индекс цитирования. Процесс выявления невидимых связей, безусловно, вот лично для меня, ускорило открытие в 2012 году моего персонального сайта в интернете. Его адрес на виде программы. На дискуссионной научной площадке сайта научное сообщество дает авторитетную оценку методической лимфо-концертологии. Итак, выбирая невидимый колледж, как современную форму научной самоорганизации, хочу в заключение обратиться к авторитету Томаса Бута. Методическая лимфо-концертология, которая явно выходит за пределы освоенного, является по сути дела метод предметным направлением, представляется сегодня игрой в пазм, с которой, как известно, тот сравнивал нормальную науку. И чтобы сложились эти пазмы, нужны координированные усилия членов всего научно-методического сообщества. В рамках невидимого колледжа мы сможем оперативно выработать не только общие концептуальные методологические основания, но и собственную научную эпистемологию для проектирования аксилогической или концептоцентрической, кому как больше нравится, методики нового века. Особый смысл этот научный посыл приобретает в конце все рассуждения основоположника российской лимфо-концептологии Юрия Сергеевича Степанова, а формирующихся на наших глазах всеобщей гуманитарной науки, главным объектом которой и становится как раз концепт. Мозаика из концептов это есть на тонкой пленкой культуры. Благодарю за внимание.